Ирина Зуева за фортепиано села, как только начала ходить. Девочка мечтает стать музыкантом, как мама. Перед выходом на сцену обязательная репетиция, чтобы разогреть пальцы и справиться с волнением. На пианино я занимаюсь уже 6 лет. Музыка для меня важна. Для меня это важно. Мне нравится. Это одно из моих любимых занятий. Юные пианисты готовятся к конкурсу с особым чувством. Играть перед жюри, которое возглавляет Александр Гиндин, очень ответственно. Малыши стараются произвести впечатление и покорить сердце знаменитого пианиста. Перед любым конкурсом мы отрабатываем все с преподавателем. У меня хорошо получается играть на сцене. Мне бы очень хотелось стать таким творческим человеком. Пианисткой, певицей, может быть художницей. Мне очень нравится рисовать, делать какие-то. Может быть композитором. Мне нравится сочинять музыку. Многие из детей, которые сегодня играли, они в хороших руках. У них хорошие, правильные, умные педагоги, которые их правильно учат. А если это есть, то помноженное на талант, куда же без него, дает все шансы, чтобы остаться в профессии. В жюри всегда сложно оценивать выступления младшей группы. Так хочется отметить каждого. Ведь это так трогательно наблюдать за тем, как маленькие пальчики скользят по роялю. Младшая группа – это всегда большое удовольствие, потому что у людей есть еще энтузиазм и большие надежды. И всегда видишь темперамент ребенка, его склонности. Эти склонности не всегда выражаются в фортепианной игре. Очень трудно бывает оценивать, потому что ты видишь, что человек талантлив, но он играет не свою музыку. Музыку, которую он не способен в этот момент еще понять по объективным причинам. Потому что, может быть, потому что его темперамент ведет его в другую сторону. И реактивный мальчик играет какую-то очень нежную пьесу, а наоборот нежная девочка играет что-то очень быстрое и громкое. Дети очень хорошие, очень разные, но очень хорошие. И также я бы отметил в организационном плане, что деление групп на более мелкий возраст, то есть первая группа 9-10 лет, вторая 11-12, это очень точно подмечено, что называется. Потому что в таком случае гораздо интереснее и однозначнее слушать и оценивать ребят. Именно в возрасте, которые приближены друг к другу. И, конечно же, уже есть свои лидеры, причем довольно однозначные. Есть ребята, которые послабее, но, безусловно, все они перспективные. И я желаю им в дальнейшем огромных успехов, работоспособности и желания. А вот в средней группе разворачивается настоящая борьба. Здесь уже видна и техника, и мысль. Здесь члены жюри вслушиваются в каждый звук, ловят каждый жест юного пианиста. Областной конкурс «Волшебные звуки рояля» дает возможность юным пианистам раскрыть способности и, перелеснув эту страницу, двигаться дальше, совершенствуясь в своем мастерстве.